Книга «Открытым оком», седьмой том, вопрос 1803, тема «Жития». Можно ли полностью доверять тому, что написано в житиях у Дмитрия Ростовского, у Филарета и у других? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Полностью можно доверять только Священному Писанию, то есть Библии. А жития писались через столетия после жизни тех, кого хотели сделать более известными. Все эти их разговоры, прямая речь, видение их – все это часто плод писательской благочестивой фантазии. Воображение патриота-монаха, ратующего за расположение монашествующих. Подлинны только те жития, что есть в Библии, а таких очень мало. Почти везде добавки, выдумки, видения и сновидения, как сами жизнеописатели пишут. Иакова 3, 17. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. В житиях очень много написано «пристрастно». И как всякий полемист, лишь бы добиться победы, пишет, выдавая желаемое, за как бы бывшее. И стилизация под существующий строй допускалась, как пишут исследователи. Были бы эти писатели такие же верные Иегове, как Михей, тогда и житий этих не было. А все они вместе бы и не в 12 книг, а в одном стихе, который отсеял бы все это подыгрывание. Второе параллель Паминона, 18, 13. «И сказал Михей, жив Господь, что скажет мне Бог мой, то из реку я». Евреям, 13, 7. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Кто прятался от людей, все эти пещерники уже не были бы в житиях, если бы следовал Дмитрий Ростовский совету апостола Павла. И тех, кто не проповедовал Слово Божие, их тоже нам и знать не следовало бы. Быть может, согласно этого же совета апостола Павла». Дмитрий Ростовский, память, 21 сентября. «Промыслом Божиим святой Дмитрий призван был к великому делу составления минейчить их, которыми он принес величайшую пользу всему народу русскому. Принять на себя труд исправления и составления житий святых. Душа его, наполненная образами святых, жизнеописанием, коих он занимался, сподоблялась духовных видений во сне». Августа 10-го 1685-го года повествует сам святой Дмитрий. «В понедельник услышал я благовест к заутренне, но по обыкновенному своему ленивству, разоспавшись, не поспел к началу и проспал даже до чтения псалтыри. В сие время видел следующее видение. Казалось, будто поручена была мне в смотрении некоторая пещера, в коей почивали святые мощи. Осматривая со свечой у гробы святых, увидел там же якобы почивающую святую великомученицу Варвару. Приступив к ее гробу, узрел ее лежащую боком, и гроб ее являющий некоторую гнилость. Желая он ее очистить, вынул мощи ее из раки и положил на другом месте. Очистив раку, приступил к мощам ее и взял он ее руками для вложения в раку. Но вдруг узрел в живых Варвару святую. «Святая Дева Варвара, благодетельница моя, умоли Бога о грехах моих!» – воскликнул я. Святая ответствовала, будто бы имея сомнение некое. «Не ведаю, умолю ли, ибо молишься по-римски!» Думаю, что сие мне сказано для того, что я весьма ленив к молитве и уподоблялся всем случае римлянам, у коих весьма краткое молитвословие, так как и у меня краткая и редкая молитва. Дмитрий смиренно замечает. «Бог ведает, что сей сон знаменует и каково он о вас событие воспоследует. О, когда бы молитвами святой Варвары, покровительницы моей, дал мне Бог исправление злого и окаянного жития моего!» Другое сновидение, случившееся через три или четыре месяца после первого, было следующее. В 1685 году Филиппов пост пишет святой Дмитрий, в одну ночь окончив письмом страдания святого мученика Орыста, которого память 10 ноября почитается, за час или меньше до заутренней лег отдохнуть, не раздеваясь, и в сонном видении узрел святого мученика Орыста с лицом веселым ко мне вещающего семи словами «Я больше претерпел за Христа мук, нежели ты написал». То самое время учиненный к заутренней благовест пробудил меня, и я жалел, что сие весьма приятное видение скоро окончилось. «Я, недостойный и грешный, истинно видел, как написал, а не иначе и сие под клятвою моею священническую исповедую». Иоанн Богослов, 26 сентября память. «Когда же они вошли вместе в город, их встретила жена по имени Романа, прославившаяся даже до Рима злобою дел своих, которая держала в том городе общие бани. И вот она, наневшая Иоанна и Прохора, приставила их работать в бане и мучила. Хитростью своей она привлекла их обоих в услужение себе. Иоанна приставила поддерживать огонь, а Прохора наливать воду того и другого на всю их жизнь. И немало оставались они в толикой беде». В то время как Иоанн спрашивал Прохора о случившемся, Романа, увидев их беседующими, схватила Иоанна и начала наносить ему побои, укоряя и возлагая вину смерти Домна на Иоанна. Наконец сказала, «Если ты не воскресишь, Домна, я убью тебя». Бог пользуется в деле самым малым, заброшенным, ненужным, завалящим. Неважно из чего, из дерева, из стали, одна копейка в банке или целый ящик. Но это малая, попав в пастушью сумку, пристроившись в прощу мальчонки-псалмопевца, уже во лбу врагов готовит лунку. Пшениченко течет из плена тестом. Малюсенькие капельки дождя, такие глыбы размягчает в поле. Слезинки-сиротинки до неба долетят. В руке отважной женщины-ракеты чудо-колья. Напрасно христианами враги пренебрегают. Их мало за себя не постоят. Но вот уж их дивизии, бригады, позорный крест над скалами маяк. Такие незначительные люди, незнатные, неизвестные в оковах. Растет и ширится из Галилеи чудо, победное божественное слово. Что значит проповедь о плотнике распятом? И понесли ее с десятки рыбаков. Для иностранцев вдруг заговорили внятно, и слушатели бросили в огонь своих богов. Христианин, с Иисусом ты повсюду не один. В великой немощи всегда Христова сила. Из уст у Агнца меч, огонь и дым. Сгорают Ленины, Нероны и Атилы. Перебирая четки по утрам, высказываем тайные желания от сырости слезы с грибной головкой храм. Мой враг на водопой пришел не львом, а ланью. Каким бы ты себя несчастным не считал, да прахом малосильным, убогим, бесталанным, пастушья палка жезл пробьет у трубу скал. Пустой сосуд с рассвета наполнишь чудной манной. Игнатий Лапкин, 8 июня 2003 год.